так бухтияров хасанский перший венгерки синие розовое заложил мокрый секс 7 января достал пока не проснулась ни одной венгерки и розовое вы знаете вот про венгерки леонид никому никогда не навязывал вот допустим мне нравится как помните венгерки из косичек получил из моих косичек венгерки получил вспоминаю вебинар или 2 назад может 3 назад вспоминаю 50 граммовая я за них никогда письма не пишу мне без этого хватает триумфа вот значит 50 граммовый венгерки у него зашли у него дошли до плодошения еще и качество не потеряли а я с украины а я в колхозном саду а мы дети подрабатывали вместе со взрослыми то ли 5 то ли 10 колхоза один ставим не нам они привитые они все крупные ну не самый крупный вот такие вот так 30 40 грамм и получается вот у вас пока они не зашли трудно сказать почему я ни разу жизни венгерку не пора еще специального опыта нет но венгерка это та же самая слива сливаях это три месяца у вас получается январь так нет февраль март апрель четвертый месяц прошел нет сейчас февраль март апрель пошел четвертый месяц вот что будет дальше не знаю у сергей а позапрошли год заложил тысячи косточек слив китай когда по двое ни одна не зашла прошел год все зашли как такой псевдюш еще больше чем садил вот так бывает и причем какая-то связь с небом но не обязательно хорошая связь взяла не взошло это у сергей это который уже собаку съел на этом а взяла не взяла ну что будем ждать если у вас венгерки синие розовое не проснуться ждите еще год может быть не хватило влаги попробую определить сколько влаги надо может быть это самое сильно много влаги они сгнили анжелика я заказывала скотчики абрикосов и заказал саш вашего сына не я имел ввиду что вы здесь новичок а так пожалуйста заказывайте еще заказывать так южный урал не одного дождя его моего наталья серлика доктор пишет подождем нас меньше не стало не стало вы давайте ребятки быстренько холодильник по 50 грамм стоит много 50 грамм наливайте впереди мы еще с вами отпразднуем вы знаете друзья только мы начали хорошую традицию с латинком завели у меня 12 часов ночи а у него еще только 10 а мы уже это самое поздравляем друг друга и чокаемся об экран вот так и так как будто бы как будто бы это рядом традиция не получилось влаги вот вот так бывает так ну что серый казахстан еще пишет а вот свежее письмо здравствуй и константинович ваши сансы шли посылка 16 дней 5 мая посадили в холмы дожди нет полевая перерывай что получается выходить в казахстан 16 дней ты чего повезло это еще много нет не так это еще нормально полевая переживаю дождей нет да уж дожди это все и восторг дождей но я про эти про спины тайгу я уже рассказывал со злостью как лучше поливать вода стекает ветер дует и подсохнет чувствовать надо сколько лечь вторая причина эти абрикосы груши легко сгнаить избыточной влаги холмы должны быть не такие вот такие а вот эти тогда нормально будет так марина кулина это иркутск хаватерина тюмень давайте еще подождем раз не хотите со мной расставаться подождем интересно девчата ольга в наталье пусси закимирять звуки и уважаемые с удовольствием откликнутся или не откликнутся чем давно мог выслать косточки причем такие что видели же на третий год цветы и у них были бы эти чудеса и не надо было бы спорить дички вырастут или культурные так марина кудина здравствуйте засветает абрикосы сорти два второй год уже первый год не было плодов ну полять надо полять и на тюмень я холмники поливают так протыкаю холм низких местах поглубже тонкой веточкой поливать ой звуки а мне в колу не приходило я поливаю она действительно скатывается вот ну вверх же вверх учись тоненькая веточка это здорово придумали чтоб туда попадала влага корнем а то бывает леша леша она вся мимо так марина кудина засел на третий год ах ты елки-палки не привиты на третий год хорошая информация но тем более хочу сказать первое цветение пусто цвет это нормально в этом году уже у вас должны быть первые плоды так виктор пишите пишите который пишет что-то задержите задержите вторая часть задержите задерживайте впервые в пятый год но сегодня особый день так виктор пишите ирина тюмень пишет все 9 я даже на пусть не с теми резюки не взялся хотя хотя это самое странно зачем мы с ним поссоримся зачем было моего брата посылать куда-то так надеюсь иркутские думаю опылят ну иркутские если цветут надеюсь тоже опылят будем надеяться виктор пишет а первый да первый урожай обычно ждешь лишний год цветет цветет и все сбрасывается виктор здравствуйте светает королевский увы ряд других погода дождливая холодная как это повлияет на завязание вы знаете совершенно нет какой-то зависимости сколько раз мне молодому саду заглушали холодная весна и черта не будет смотришь полно плодов цветет плодов полно думаешь что это такое я тогда придумал термин знаете какой вспоминаю вы же меня знаете ветром надуло считается что ветром надуть не может что как сказать по теории вероятности пульса не может попасть прям вот точно в этот песик ну у него с одного допустим цветка в другое ну допустим сильный ветер да и раз выброс пульсы вот а вот смотрю бывали весна десяток шмелей они не боятся холода а пчел нет потом смотришь нормальный урока как им а пчел нет потом смотришь нормальный урока как им после этого отвечу на ваш вопрос а виктор посмотрим это вы потом скажите повлияло на завязание плодов или не повлияло у меня получалось результат лучше чем прогнозы учитывая холодную весну отсутствие пчел а ирина тюмень это весну из-за солонецка абрикоса посажены косточками зацелили третий год пчелки летают я рады ирина из тюмени а ручи косточки мне нравится когда мои а а вообще может быть ответите в следующий раз дело в том что там заканчивается третий час праздник вот у всех на уме сейчас я прошу пока это самое никто не пишет кто не успел еще минуту жду сбегайте в холодильник вот налейте наркомовские двадцать тридцать пятьдесят грамм и сейчас мы будем поздравлять друг друга вы меня поздравили поздравили теперь я вот вот получится ли торжественная речь я не знаю так все никто больше пока не пишет и так друзья успели налить брат успел налить сейчас мы расстаемся завтра будет уже обычный день праздник имеет свойство кончаться вот времена наступили трудные как в эти времена выжить есть много советов вот но сегодня не время давать советы сегодня время радоваться тому что мы победили что мы победители и огорчаться тому что мы не смогли полностью воспользоваться плодами победы вот и сейчас наш праздник помните песню со слезами на глазах со слезами на глазах вспоминая тех кто не дожил кто погиб кто кто без вести пропал вот кто и заранее дожил до нормальной старости чтобы копаться в саду вот когда то были страшные времена я знаю два случая у меня были письма которые я называю письма откровения двух письмах было написано поклиная проклиная хрущева который решил что мы богато живем и на каждое плодовое дерево наложил как это называется налог вот люди взяли топоры платить нечем отношение по этим жесточайшие к тем кто не платит налог люди взяли топоры в двух письмах было написано отец вырубал и во втором письме то же самое и умер прямо рубя дерево умер и другое вы представляете какая любовь была к деревьям но семью надо было сохранить сохранить от налога иначе нищета полная и это было после победы представляете какая на нас ответственность воспитать молодежь чтобы они и вот это знали вот и знали что дерево неприкосновенно что дерево выросло совершенно миллионы лет оно выбирало себе и выжили те у которых оптимальная форма кроны вот и у нас много в саду помощников черви муравьи вот самое главное не калечить деревья и тогда они обрадуют нас вот это наша война война с невежеством друзья мои я вас поздравляю вот поздравляю с великим праздником пройдет сто лет и вот и кто-то другие будут так же говорить и на нас уже причащать к победителям нас что мы не дали стране пропасть а мы на грани этого вот сильно много врагов вот как пел наш великий поэт писатель певец возьмемся за руки друзья чтоб не пропасть по одиночке с праздником вас с праздником я сразу отключаю чтобы вы моих слез не видели праздником праздником а